Действительно, кроме того, что в бюджете, бюджет нам вовремя дали, кроме того, что действительно есть увеличение регионального фонда... Кстати, такую ситуацию мы наблюдаем впервые, чуть ли не, наверное, даже не кроме за сколько лет. Да, есть ряд позитивных моментов, и о них, безусловно, но надо говорить о реальных вещах и не прятать, как бы, достаточно большие проблемы. Это не то, что значит, не может быть идеального бюджета. Это значит, что в этих относительно красивых вещах прячутся серьезные проблемы. Вы говорите о профиците местных бюджетов. Да, действительно, профицит есть. У таких крупных городов, как Одесса, Днепропетровск, Харьков, у таких успешных городов, предположим, как бывший Ильичевск, ныне Черноморск, Южный и так далее, разные. Но у большинства городов, мелких городов, и в районных, и сельских бюджетах, у них никакого профицита нет, а им передаются колоссальные полномочия, то, что вы хотите сделать. Я приведу пример этого года с профтехобразованием. Когда вы передали на местный уровень профтехобразование, вы бы сказали, что, дорогие друзья, вы же не передали полномочия, вы не передали собственность, вы передали только необходимое, чтобы местные бюджеты финансировали профтех... Можно я закончу? Можно я закончу? И вы под этим соусом, вы фактически пытаетесь уничтожить систему профтехобразования в стране. А система профтехобразования, я хочу сказать, можно я закончу? Я постараюсь недолго, я знаю формат передачи. Система профтехобразования, это та система, которая во многом не завязана на местное самоуправление. Система профтехобразования, это стратегическая вещь для страны, потому что это подготовка качественной рабочей силы, то, чем наша страна сильна. Еще один момент. В этом бюджете 2017 года вы закладываете колоссальную мину, вы пытаетесь по-тихому сделать административно-территориальную реформу, вроде говоря, гражданам, что вы ее не делаете. В действительности, вы под вывеской добровельного объединения территориальных громад делаете перекраивание, фактически перекраивание Украины. Вы заставляете, насильно заставляете самодостаточные громады объедноваться так, как они не хотят, при этом абсолютно не учитывая интересы людей. Вы говорите, мы будем компенсировать громаде, та объединенная громада получит деньги там на развитие и так далее. Вы же не говорите им, что это будет только в 2017 году, а в 2018 году эту громаду бросят на призволящее. Я знаю примеры, когда фактически уже идет перекраивание административно-территориального деления областей.